Привет, дорогие! Сегодня мы идем в очередную тему из рубрики мини-проповеди, и тема называется «Сила позиций». Сегодня я хочу поговорить с вами о персональной гравитации, или о том, что такое быть на своем месте, что такое быть в своей позиции. Поймите, что для каждого из нас у Бога уже определена позиция. Каждый из нас уже предопределен, или как вам сказать, уже все мы обладаем теми опциями, которые Бог в нас вложил еще от рождения, чтобы войти в то предназначение, которое Он для нас имеет. То есть мы идеально созданы по отношению к нашей позиции. Именно нам дана с вами гравитация. Мы с вами уже говорили, что такое гравитация. Гравитация — это твое место, где у тебя нет муки, это твоя обетованная земля. Это там, где ты чувствуешь себя плодотворно, там, где ты чувствуешь себя под охраной защищенно, где ты не сражаешься за кусок хлеба, за какое-то откровение. Ты не мучаешься, находясь в своей позиции. Итак, дорогие, Иеремия 1.5. Давайте прочитаем одно. Очень классное место. Мне нравится вот это, что Бог сказал пророку Иеремии в начале его пути. Иеремия 1 глава, 5 стих. «Я знал тебя задолго до того, как сотворил тебя в очреве материнском. Тебя узнал я до рождения твоего. Тебя пророком для народа я избрал». Это значит, что у Бога для каждого из нас, не только, естественно, для пророка Иеремии, каждого из нас есть определенная позиция. Войдя в нее, ты будешь обеспечен. То есть, давайте сейчас поговорим, как люди ведут себя по отношению к своей позиции, что такое сила позиции, что такое гравитация, правильная и неправильная гравитация. Одной из самых сложных вещей для каждой рожденной свыше личности является, будет вот эта битва войти в свою позицию. Дьявол будет, он будет делать все возможное, чтобы удержать тебя от твоей обитованной земли. Потому что дьявол знает, что как только ты туда попадаешь, ты начинаешь есть то, что, питаться от деревьев, которые не сажал. Опять же, я говорю в кавычках, жить в домах, которых не строил, иметь богатство, то есть иметь, я имею в виду, богатство, наследие духовное. Ты начинаешь двигаться в славу, двигаться в Бога. Ты не напрягаешься, ты начинаешь жить из муки и рабства в наслаждение и гармонию того, кто ты. Дьявол сделает все возможное, чтобы ты всю свою жизнь шел сам против себя же, против своей же функции. То есть, что получается, когда ты рыбе скажешь, что она должна ходить, она будет разрушать свою идентификацию. Когда ты скажешь, что, например, какому-то животному, которое ходит по земле, нужно плавать или нырять или жить под водой, они будут всю жизнь сражаться против своей функции и идентификации, которая вложена в них от начала. То есть, и вот у дьявола, вот это самое главное, не лишить тебя функции, а заставить тебя двигаться не в твоем направлении, работать на саморазрушение, а не работать в месте гармонии, в котором Бог определил тебя. И большинство людей, к сожалению, даже в церкви работают против себя, они дисгармонируют с, как вам сказать, с творением Бога, с Его дизайном для твоей жизни. И люди говорят, ой, я не хочу делать то, что, ну, как бы Бог якобы, да, я сам разберусь, что я хочу, что Бог там будет навязывать мне. Но ты не понимаешь, что когда ты будешь двигаться против Его воли, против того дизайна, который Он имеет для тебя, ты будешь идти в саморазрушение. Потому что именно там, который Бог предназначил путь для тебя, цель для тебя, предназначение для тебя, позицию для тебя, там для тебя будет гармония, наслаждение. Там из тебя, из твоего источника будут течь вот эти реки воды живой. Ты будешь удивляться, что Бог будет делать через тебя, не напрягаясь. Неважно, поклонник ты, пастор, учитель, пророк, неважно, евангелист, ты будешь удивляться, что через тебя будет течь, потому что ты работаешь не против себя, а на себя, на царство Бога, вместе с Богом, вместе с Его славой. Одно из... смотри, для царства тьмы самым страшным является личность, которая вошла в свою позицию, потому что позиция уже обеспечена Богом, и в позиции все обеспечено Богом. Поймите, что когда Бог дает позицию, когда ты ее находишь, и вот это у каждого из нас с вами, у каждого из нас с вами, вот эта цель и путь от нашего рождения прийти к Богу, и потом вместе с Богом найти и войти в свою позицию, предназначенную им. Это целый путь, это целое, как вам сказать, это целое путешествие, семья. Когда ты вместе с Богом, вместе с Духом, с этим, начинаешь потихонечку двигаться к своему призванию, и когда ты входишь в свою обитованную землю, ты удивляться будешь, что начнет происходить. Это гармония, это красота неба, она просто будет через тебя, будет течь. Вы видели когда-нибудь людей в своей позиции? Когда ты смотришь, человек играет, поет, говорит, не важно, что делать, ты просто, ты наслаждаешься им. Почему? Потому что Бог вот так предназначил, чтобы мы друг друга питали, исцеляли, благословляли, чтобы мы, как вам сказать, просто благословляли друг друга. И вот все вот эти функции вот так и расставлены Богом в теле его, что каждый помогает друг другу, каждый удовлетворяет нужды другого и так далее. То есть вот это тело Христа. Оружие сатаны всегда базировалось и будет базироваться, слушайте внимательно, на нужде человека. Начиная с Эдемского сада, заканчивая искушением Иисуса в пустыне. Смотрите, дьявол пытался сделать вот эти моменты, вот этот фокус нужды. Фокус, он хотел направить фокус. А что если вкусите? Вам чего-то не достает. Сделай камни хлебами. Прыгни с вершины храма, чтобы тебя все признали, да, как бы и ангелы тебя подхватят. Поклонись мне, то есть и все будет твоим. Дьявол всегда сделает что-то в твоей жизни, в твоем призвании, якобы тебе чего-то не достает. Умоляю, семья, не поведись на крючок дьявола, не поведись на вот это, на его уловки, потому что Богом тебе все предназначено, но в своем уровне. Да, дьявол тебе что-то покажет, и ты скажешь, о да, у меня этого не хватает, но Бог тебя удерживает именно потому, что сейчас, на данный момент, для тебя опасно будет войти в эти вещи и захватить какие-то позиции. Это как для ребенка сесть раньше за руль, это очень опасно. То есть, но он сядет туда в своем возрасте с правами и так далее, пройдя процессы и уплатя определенную цену. То есть, и мы понимаем с вами, что вот так движется все. Что дьявол делает? Он берет младенца и показывает ему уже на вещи, в которых взрослая личность ходит. И что он делает? Он заставляет вот этого человека, младенца во Христе, хотеть нуждаться и желать. А Библия говорит, смотрите, Давид же говорит, Господь Бог, Бог мой, я ни в чем не буду нуждаться, ни в чем не буду нуждаться. То есть, он покоит меня на злачных пажетях, он водит к меня к тихим водам, он, 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 он. Он ведет тебя в свое время, в своем сезоне, и он знает, что тебе и мне нужно. И здесь нужно абсолютное подчинение Духу Бога. Не то, что тебе хочется. Дорогие, нужда всегда будет. Но пусть нужда не управляет твоей жизнью. И Бог удовлетворит нужду, когда он посчитает это нужным. Итак, ты чувствуешь, что ты точно должен что-то сделать. И потом, что люди пытаются начать что-то делать. Музыкант ищет признание в этой сфере. Евангелист пытается сделать все возможное, чтобы быть признанным в своей сфере. Пастор пытается сделать свои вещи. Поклонник пытается придумать какие-то пророк свои и так далее. Ты смотришь, как люди начинают манипулировать своим даром, чтобы открыть себе больше двери. Но что ты делаешь? Ты выходишь из своей гравитации и начинаешь мучиться, удерживая себя на этом уровне. То есть, я уже говорил в предыдущих темах, где это как резинка, которая растягивается. И тебе нужно будет всегда энергию, чтобы держать ее растянутой. И все равно, хочешь не хочешь, ты устанешь и опять она станет в исходное положение. Это в то положение, в котором она больше всего натурально чувствует и чувствует себя спокойно, не напрягаясь. И вот этот Бог хочет поместить тебя вот в это место. И когда он хочет что-то растянуть, когда он растянет, это будет твоя гравитация. И это не будешь ты держать, это Бог тебя растянет. Он сделает больше, шире, дальше. И это будет твое нормальное обитание, сфера без мук, переживаний, забот и бессонных ночей. Он что делает? Он расширяет тебя. И по мере твоего расширения, твоя увеличивается гравитация, как у Иосифа. Сначала было так, дом Патифара. И потом, когда ты смотришь, когда он проходит до конца, гравитация становится огромной. И для него это натуральная гравитация. Он не мучается, чтобы удерживать или чтобы, как вам сказать, сдерживать все это. Мучается, пытаясь удержать все в своей гравитации, в этой орбите. И вот это то, что приводит людей в дисбаланс, разочарование и крах. Попытка удержать то, к чему ты на данный момент не готов. И приводит человека в дисбаланс. Потому что он начинает пытаться удержать что-то. Он теряет семью. Он теряет друзей. Он теряет финансы. То есть, пытаясь, поймите, что мы делаем. Мы пытаясь удержать одно, начинаем терять все остальное. Бог так не предназначил. Когда он приводит тебя в состояние благословения, все сферы вместе растут. Гравитация, она покрывает все твои сферы. Моральные, физические, социальные, дружественные. Супругой твоей, семьей, неважно. Вся гравитация, она начинает покрывать. И ты вроде как бы делаешь многое, но ты не теряешь ничего. Праведник успешен во всем. Праведник успеет все. Библия говорит. Давид об этом говорит. И что люди делают? Люди пытаются и получается нужда. Именно поэтому сатане сейчас очень хорошо удается контролировать христианство, церкви, служителей. Потому что пока у них будет нужда, пока они будут идти на компромисс. Ложь и сделки с духом этого мира. И что доходит? И потом, когда люди идут на сделки и на компромиссы, дьявол очень легко дискредитировать это служение, этого служителя. И лишить его помазания. То есть легально. Просто сказать, что этот человек не имеет никакого права и действия, потому что он двигается компромиссами. И Бог отходит от служения такого служителя. Потому что человек делает что-то не для царства. И некоторые люди говорят, якобы люди идут на компромиссы, ложь, потому что они себе вдолбили, что это делают ради благой цели. Ради Бога и спасения людей. Сколько людей, которые занимаются обманом и манипуляцией. И я говорю, так это ж неправильно. Ну ты понимаешь, это тебе кажется, но мы спасаем людей. Я говорю, ты не имеешь права это делать. Правда это правда. Ложь это ложь. Черное это черное. Белое это белое. И сколько людей пытаются удержать какие-то репцентры, какую-то власть, какие-то здания, какие-то титулы, позиции. И все это делается ложью, взятками, манипуляциями. А это вообще не Бог. Там Бога вообще нет. Потому что когда Бог дает, тебе не надо никакие взятки давать. Тебе не надо ничем манипулировать. Это твоя гравитация. И она удерживаться будет самим Богом, а не твоими муками, нуждами и попытками удержать этот уровень. Поэтому возьмите вот это на заметку семья. Потому что сколько я развидел людей, которые... Вот был нормальный пастор, был прекрасный человек, служитель. И потом раз заквасился политика, раз заквасился бизнесом, раз заквасился еще какими-то вещами. Бам-бам и все. И потерял все. И того не достиг и потерял то, что имел. И сколько мы с вами читаем это все. Просто плачевные вещи. Когда дьявол уничтожает генералов Бога в теле Христа вещами, навязав, что ему что-то нужно, он попытался туда двинуться, вышел из своей Богом данной гравитации и комфорта, да, Божьего комфорта, не человеческого, где все соответствует, все действует ко благу, да. И он вышел из этого комфорта, попытался что-то взять, погнался за двумя, не поймал ни одного. И вот это вот плачевная история очень многих людей в теле Христа. Это, к сожалению, семья, но такие вещи часто происходят. Люди живут в компромиссах, оправдывая себя тем, что они делают что-то для Бога и приводят людей к Богу. Никогда ложью, грехом и компромиссом ты не приведешь никого. Поэтому, дорогие, у Бога все должно быть в чистоте, у Бога должно быть все в принципах, у Бога должно быть все в святости. Реально ты должен ходить в праведности. Я не говорю, ты не будешь совершать ошибок, но когда ты праведник, ты ошибки совершаешь, но тебя всегда твоя праведность выравнивает назад. Ты всегда будешь знать, что ты переступил черту. Черту нужно иметь, дорогие, чтобы знать, что ты ее переступил. Поэтому некоторые люди вот эти межи убирают, вот эту черту передвигают, и, естественно, он не согрешил, потому что он ничего не переступал, потому что он никогда себе не поставил никаких принципов и правил. Когда ты вошел в свою позицию, там все обеспечено. Я уже говорил, дорогие, президентом стать буквально нереально, но как только ты стал президентом, у тебя обеспечена пресса, лимузин, тебе обеспечены деньги, где жить, что говорить, охрана. То есть поймите, что когда ты входишь куда-то, точно так ты становишься полицейским, в позиции все обеспечено, тебе дают форму, бронежилет, машину, оружие, неважно. То есть с позиции все дано. И если это мир делает, дорогие, у Бога этот принцип железно работает, поэтому не переживайте, когда ты входишь в призвание Бога, но, пожалуйста, войди туда честно, войди туда чисто, дожди своего времени, двигайся вместе с Богом в этот путь, не пытайся взять что-то быстро, раньше времени, ты не будешь это ценить. Поймите, мы должны уплатить эту цену. Почему? Потому что я должен ценить тем служением, которое Бог мне дал. Когда оно раз, два, трам-барабам, оно у меня... Я никогда этим ценить не буду, семья. Поэтому вот почему Бог проводит нас через эти вещи. Вот почему Бог... Иногда мы идем через очень длительный путь мечты, достижения каких-то вещей, потому что это становится для нас очень ценным, очень, знаете, мы жаждем это, мы ищем это, и в процессе оно становится очень-очень уникальным. И оно облагораживает тебя. Окей? Вот весь твой путь, он облагораживает тебя. Не, пожалуйста, не минуй это. Вспомните Гедеона. Его позиция была полностью обеспечена, даже при том, что не было оружия, воинов, было всего лишь 300 человек. Не буду читать, это книга судей, шестая глава, вы все знаете, там, где описана история Гедеона. То есть поймите, что когда Бог сказал, ты пойдешь, он говорит, да я никто, он говорит, я буду с тобой. И когда Гедеон согласился на этот путь, поймите, Богом тебе не надо переживать, семья. Вот почему я наслаждаюсь жизнью в Боге, потому что мне не надо ни о чем переживать. Кто надо, уйдет, кто надо, придет. Кто пытается что-то забрать, ничего не получится. Дорогие, сколько раз было нападений на мою честь, на призвание, на церковь, на друзей, на влияние, на все. Все это крахом пошло. Сколько за 15 лет я лично, моя семья, моя жена, мои дети, все, что я делаю, пережила нападки просто нереальные. Иногда ложишься спать и думаешь, Господь, а завтра будет вообще что-то? Может мне просто уже идти на работу, потому что я чувствую, дорогие, ничего. Вообще, просто вот так вот, знаете, ветерок подул, просто новости, раз, два, все ушло. И ты просто сидишь и говоришь, вау, как бы прекрасно все делать. Дорогие, он охраняет то, что он строит. Если ты это строил, ой, берегись, потому что тебе нужно будет все это охранять. Тебе нужно будет инвестировать. Тебе нужно будет тратить энергию и затраты. Пытаться удержать вот это, дорогие. Поэтому будь очень-очень аккуратен. Вспомните, когда Авесолом попытался захватить царство Давида. Вспомните, когда он, помните, выгнал царя. Он долго не пробыл. И каждый день он опасался за свою жизнь, потому что тот уровень царства, которое он забрал, выгнав Давида, и залез в его замок, якобы начав спать с его наложницами, показывая, что он против своего отца Давида. Дорогие мои, вот это уровень, который захвачен не тобой. И рано или поздно придет крах. И точно так, как пришел крах у Авесолома, он погиб страшно, жестокой, отвратительной смертью. Был просто очернен, навсегда ушел предателем. Почему? Потому что попытался взять что-то, что не принадлежит ему, что не его, не его гравитация. А Бог что сделал? Бог научил Давида еще одному уроку и опять все вернул. Дорогие, вот это гравитация, данная Богом. Что бы в твоей жизни не произошло, какие бы там штормы, ты всегда будешь возвращен, как я говорю, резинкой. Раз, потому что это твоя гравитация. Потому что кто бы не попытался что-то сделать с тобой против тебя, ничего не получится. Никакое оружие, сделанное против тебя, не будет иметь успеха. Почему? Потому что это твоя гравитация. Это твой уровень. Это твой возраст. Это то, за что ты в духе уплатил цену. И никто не может тебя этого решить. И вот это мне очень нравится. А в поэте Иосифа, я всегда говорю о нем, то есть мне он очень нравится, Давид Иосиф, когда он попытался братьям рассказать о своей гравитации, о своем призвании. Естественно, он был осмеян, выброшен, предан. Дорогие, но мы с вами понимаем, что когда Бог ввел его в эту позицию, о, там шуточки закончились. Там была такая гравитация и влияние, что никто не мог повлиять, никто не мог выброзить. Он уже распоряжался жизнью братьев, жизнью страны, жизнью многих людей. Вот это гравитация, дорогие. Вот это процесс, вот это путь, вот это призвание. Тот же процесс происходит, когда ты и я входим в свои позиции. Там все обеспечено. Поймите, сын, который ушел из дома отца, помните блудного сына, история с блудным сыном, он ушел. Он ушел из дома, в котором было все обеспечено. Заметьте, где он начал нуждаться. Нужда пришла, когда ты вне своей гравитации, вне своего призвания, вне своего дома. И вот точно так, дорогие, если ты нуждаешься, если что-то не так, ты или в обмане, или ты покинул дом отца. Потому что нужда приходит только в двух вариантах семья. Или ты покинул дом отца, и ты мимо, да? Или ты берешь что-то, что не принадлежит тебе, что не твое. Ты пытаешься, тебе навязали иллюзию нужды. У тебя ее нет. Тебе сказали, что ты, когда вкусишь, это лучше будет, станет хуже, да? Поэтому вот, примерно так. Я никогда не говорил, семья, что будет легко. Никогда не говорил, что будет легко. Наоборот, будет трудно. Будут какие-то вещи. Я точно знаю, что в той позиции, для которой Бог приготовил тебя и меня, есть все необходимое. Да, будет тяжело, но будет благодать данная выстоять всех битвы. Будет дана благодать отстоять все. Поэтому, дорогие, не переживайте. Когда ты попытаешься взять обеспечение позиции, не войдя в позицию, не уплатив свою цену, то это действие в духовном мире нелегальное и, как правило, всегда приводит человека к краху. Позволь Богу провести твое сердце через подготовку к твоей позиции. И когда ты войдешь в свою позицию, в которой будет обеспечено все до конца твоих дней земной жизни, переживать тебе не нужно будет ни о чем, только об одном, как сохранить свое сердце в послушании к Богу. Благословения, дорогие. Увидимся в следующей передаче. Пока.